В Национальной галерее Республики стартовала первая Коми Биеннале. Грандиозная выставка современного искусства, новое открытие Севера. Десятки именитых российских и французских мастеров попытались представить образ Коми в различных художественных формах. От привычной всем живописи до инсталляции из хлеба, нефти и воска. Одной из первых на открытие долгожданной выставки побывала Анастасия Тернина. Живопись, фотография, скульптура, видео-арт, прикладное искусство, аудио- и видеоинсталляции. Столь многообразным образ Коми современный зритель видит, пожалуй, впервые. Весной и летом российские и французские мастера путешествовали по республике. Изучали геологию, общались с населением, занимались традиционным ремеслом, посещали историко-культурные памятники. Кто-то, как Анна Браше, керамист мирового класса, не просто ездил по Коми, а еще и творил в ней. В своей инсталляции зырянскую культуру женщина показывает через образ женского начала. Фигуру обнаженной красавицы обвивают пестрые ленты с традиционным Коми-орнаментом. Это уже керамика из вашей местной глины, с выльгарской, сделана в Заране, в центре ремесла Зарань. Представляете, то есть продакшн весь там. И мастерицы тоже, которые работали. Это смысл проекта – коллаборация на современного искусства, на женскую тематику и на тематику народного, традиционного, до сих пор реально существующего искусства Коми. В основной программе – 11 мастеров. Каждый художник с мировым именем. Три художественные организации, среди которых оказалась и французская делегация, представили дополнительно еще и свои спецпроекты. Зал с инсталляциями открытый как на первом, так и на втором этаже галереи. Художники из Франции – Матио Ревелла, Эдгар Сарин и Аполлинария Брош, например, в своих идеях обратились к природным богатствам Коми-края. Работы выполнили из дерева, воска, остатков нефти и пескобетона. Когда мы приехали в Коми, конечно, нам каждому было интересно поработать с местным материалом. Эдгар работал именно с местным деревом во все, и именно тоже изучая всю архитектуру и всю форму, которую он замечал в деталях, Что больше всего поразило – это сама интеграция. То есть, на самом деле, какого-то одного деталя нет, потому что мы через людей, через пейзажи, в которых мы существовали все это время, во время процесса работы, и это было как раз самое потрясающее. То есть, не было одной детали, это была общая картина, как бы общее путешествие. Знакомство с экспозицией можно начинать с любой точки галереи. Все проекты самостоятельно. В основе каждого – единая для всех идея. Художественное открытие Коми Края. Еще на улице посетителей встречает необычная кукла Ивана Горшкова – интинский метеорит. Расположена конструкция на нартах. Выполненная из найденных в интернете картинок, она отсылает к цифровой реальности. Искусство не может быть только живопись или скульптура, и только портреты, интерьеры или пейзажи, но это некая рефлексия на то, что происходит, и очень важна идея. В Коми до сих пор очень мало знают, что это такое сортное искусство, потому что не было случаев, когда художники приехали сюда и показывали это масштабно. Президент нацгалереи подчеркивает, биеннале для Коми – это прежде всего некий художественный вызов. Впервые самобытность и культура северного края переданы через призму современного искусства. И эта экспозиция, уверен Пьер Бараши, однозначно заложит основы для его развития в нашем регионе и дальше. А вот наслаждаться первыми такими работами можно еще довольно долго. Выставка нового «Открытия Севера» работает до 10 октября.